В Российской Федерации решение представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования решается принято. В связи с ним проголосовал не менее двух третей от установленных численностей депутатов представителей органов муниципального образования. Прежде чем перейти к голосованию, я хотел бы предоставить слово губернатору Аксерова Мюншу. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Игорь Константинович, глубоко уважаемые депутаты Смоленского городского совета, я принял непростое для себя решение прийти сегодня сюда и склонить голову не только перед вами, но уже и перед жителями города Смоленск. За свою личную кадровую ошибку, совершенную два года назад, когда я здесь же в этом зале просил вас, фактически уговаривал поддержать кандидатуру Саваренко. И это не только личная ошибка, это профессиональная ошибка. К сожалению, действующий глава города абсолютно не состоялся как управленец, как хозяйственник. И по ряду причин, о которых я скажу позднее, я принял решение просить вас поддержать мою инициативу в удалении Саваренко и в отставку. В том числе я пришел из-за глубокого уважения к вам и благодарности за то, что когда-то вы поддержали мою просьбу благосбирания этого человека. К сожалению, в последнее время, а особенно в последние дни, все вы, как и жители города, столкнулись с попытками манипулирования вашего мнения и донесением до вас абсолютно ложной информации, не имеющей ничего общего с действительностью. И об этом я тоже сегодня скажу. Вас шантажировали тем, что вы, в случае, если вы поддержите мою инициативу, придадите интересы горожанам. И в том числе сегодня некоторые люди, пришедшие сюда, находящиеся в меньшинстве, пытаются на вас оказать и здесь давление. Но мое глубочайшее убеждение, что нашим общим предательством интересов смолян будет, если сегодня мы с Саваренко не отправим в отставку. За два года город столкнулся с безобразной, отвратительной работой. Провалена работа практически по всем направлениям. И этому уже неоднократно давали оценку, в том числе фигуры федерального уровня. И я, как глава региона. Абсолютная ложь и демагогия, которая присущая господину Саваренко в части мнимого сохранения муниципальных предприятий, которые он якобы спасает от разграбления, лживые демагогические популистские заявления о незаконных якобы указаниях губернатора не имеют ничего общего под собой и не имеют ни малейших оснований. В том числе, наверное, и потому вчера на дне чекиста был я как губернатор. А Саваренко не пригласили. Я никогда не давал ни одного противозаконного указания. И отсутствие вопросов со стороны Федеральной службы безопасности ко мне и к членам администрации лишнее тому подтверждение. И спасение для города. Якобы он собирал какие-то мубы по частицам. Откуда собирал, куда собирал. Якобы они эффективные. Хотя элементарный статистический анализ, проведенный господином Волоченковым, показал, что это крайне неэффективные мубы, имеющие отрицательный баланс. И именно поэтому я требовал от главы города и от администрации города выполнения поручений нашего президента по передаче неэффективных муниципальных монетарных предприятий в концессию. Это не прихоть Островского и не прихоть администрации области. Это прямое поручение президента Российской Федерации, которое администрация города на протяжении длительного времени саботировала. Даже несмотря на то, что от имени полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе его заместитель на совещании в администрации области напрямую указала пока еще действующему главе города на невыполнение поручений президента. Все неглупые люди. К сожалению, не знаю, про какое давление в отношении заместителей главы администрации города говорил только, что Саваренко. Мне об этом ничего не известно. Но мне известно, что ряд депутатов, которые лично обратились ко мне за защитой, испытали давление в последние дни по указанию Саваренко. В том числе через давление на членов семей. И на детей тоже. Также вы подверглись к беспрецедентному давлению со стороны директоров средних общеобразовательных учреждений города. Которые по указанию своего работодателя встали на его защиту. И которые ровно так же, как только в случае, если вы поддержите мою инициативу и отправите Саваренко в отставку, будут так же говорить, что вы правильно это сделали. Пикет, который устроен людьми из окружения господина Саваренко. Почему? Потому что я ежедневно информируюсь в Федеральной службе безопасности. И знаю гораздо больше и о госпожи Витвиненко, и о всех тех, кто стоял вместе с ней сегодня на пикете, чем все присутствующие в этом зале вместе. Успокойся, успокойся. Значит, вот эти 10 человек, конечно, используя все те же ресурсы, незаконные, которые использовал Саваренко, администрация области, имея значительно большие ресурсы, могли бы здесь устроить многотысячный митинг. Но мы осознанно не пошли на это. Я прошу вас, успокойтесь и выйдите. Я объявил в самом начале порядок ведения в сессии. Как и иные формы давления, которые ни в малейшей степени, ни со стороны меня, ни со стороны администрации области, не оказывалось ни на одного из вас. Ни на одного. Ни малейшего давления. А исключительно взаимоуважительный диалог с депутатами индивидуально, с фракциями и с политическими силами, которые вы представляете. Говоря о массовой поддержке со стороны жителей города, господин Саваренко лжет. И лучшее тому подтверждение та петиция, которая 3,5 суток уже висит на американском ресурсе change.org в поддержку Саваренко в виде обращения к главе нашего государства за трое с лишним суток набрала всего 1600 голосов поддержки в 330-тысячном городе. И опять же, как осведомленный человек, как высшее должностное лицо субъекта, получающий информацию из компетентных источников, подавляющее большинство голосов это понуждение руководителей подведомственных учреждений, сотрудников администрации поддерживать пока еще действующего главу. А теперь еще немного про то давление, в том числе через попытку манипулирования вашим мнением, которому все вы подвергались, а также подвергались жители города. Несмотря на то, что здесь вон вывесили лозунг, я никуда из региона уезжать не собираюсь, менять работу тоже не собираюсь, чувствую и вижу поддержку со стороны президента страны Исмолян, и в 2020 году при поддержке президента, как и вы, планирую принять в очередной раз во всенародных выборах губернатора. Глубок уважаемые коллеги, тот режим отсутствия взаимодействия, который происходит практически уже на протяжении года между областной властью и городским руководством, безусловно, идет в ущерб жителям нашего города. Поэтому я обращаюсь к вам, прошу вас в интересах смолян и в интересах развития, а не стагнации города, поддержать мою инициативу и отправиться в аренду на отставку. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы сегодня с вами были для решения Совета на Восстанте 44 в 24 числа о процедуре голосования по вопросу отставки главы города. Значит, на отставки отставки